Сегодня память евангелиста Матфея. Девятая глава Евангелия от Матфея рассказывает, как он был избран, позван за Иисусом Христом от своего мытарского ящика. И накрыл трапезу, и много мытарей и грешников было с Иисусом вместе, что вызвало очевидное и понятное неудовольствие иудейских законников, потому что мытари – это предатели, это сребролюбцы и изменники. Ну и странно, то есть здесь уже странно, что и среди них находились люди, которые имели покаяние, имели веру, и потом приходили к Христу раньше других. Это все очень странно. Это та же история с блудницами и прочее. Да не подумаем мы, что все блудницы покаялись и полюбили Иисуса Христа. Нет. Отдельные, избранные, редкие. И что все мытари полюбили Иисуса Христа? Нет. Они любят деньги и власть, им не нужен Иисус Христос. Это отдельные, это избранные, это исключение. Ну и вот они были с Господом в доме, и на ропот со стороны вот этих всех праведников, так называемых, что что же учитель ваш с грешниками ест и пьет? Христос сказал, идите научитесь, что означает «милости хочу, а не жертвы». Я не пришел призвать праведников, но грешников на покаяние. Идите научитесь. Это означает такое хорошее повеление, то есть пойдите и научитесь. А «милости хочу, а не жертвы» – это из книги пророка Осии. Это Христос цитирует старозаветное писание одного из известных пророков Осии. А мы как-нибудь про него должны подробно поговорить, потому что ему Господь Бог дал такую очень тяжелую и необычную задачу. Он ему повелел жениться на блуднице. Иосия женился на блуднице по повелению Господа. Говорит, возьми женщину приятную наружностью и неверную мужу своему. И он женился на ней, говорит, будь для меня, я буду для тебя, живи со мной, больше никому не ходи. Но она блудила дальше. И Господь ему говорит, вот так, как блудит она с тобою, хотя ты ни в чем ей не плохо, так блудит Израиль предо мною. Весь Израиль – это блудодеяние сплошное. Они изменяют меня с чужими богами. Иосий имел, во-первых, сначала неверную жену, а потом еще на блуднице женился. И он как бы с избытком наелся этой женской блудливости, этой неверности. Это такая особенная судьба. И он, пережив все это, и он имел от Бога откровение. Он как раз обличал Израиль в том, что Израиль тогдашний – это прелюбодеи, блудники. Вообще идолослужение, измена Богу, оно приравнивается к блудодеянию. Если монах, например, или монашка из монастыря выйдет по каким-то причинам, ну устал человек монашествовать, думает, да я себе женюсь там или выйду замуж, думаю, хватит мне издеваться над собой, то такого человека считают прелюбодеем и прелюбодейкой. Он изменил Господу Богу своему. То есть нужно вернуть его обратно, как бы и нечего фокусничать. Ну как бы блуд – это не только телесные совокупления, это духовная измена Богу. Вот Осия сполна наелся, как бы, горести от того и другого, и через него Господь открывал очень многие важные вещи. Здесь есть, мы сегодня читали на службе это, здесь есть пророчество о воскресении мертвых. Он говорит, 6 глава, «В скорби души своей будут искать меня с раннего утра и говорить, пойдем, возвратимся к Господу, ибо Он уязвил и Он исцелит нас, поразил и перевяжет наши раны, оживит нас через два дня и в третий день восставит нас, и мы будем жить пред лицом Его». Слышите, это пророчество о воскресении Христа из мертвых. Одно из словесных пророчеств, да, что Он оживит нас через два дня и в третий день восставит нас, поднимет нас, и мы будем жить пред лицом Его. Это Осия, Осия 6. «И так познаем, будем стремиться познать Господа, как утреннее заря явление Его. Он придет к нам, как дождь, как поздний дождь оросит землю». И вот здесь то, что Господь цитировал. «Я милости хочу, а не жертвы, и боговедения более, нежели всесожжений». Вторая часть цитаты тоже очень важная. «Милости хочу, а не жертвы, и боговедения более, нежели всесожжений». Оно несколько раз повторяется у него, у Осии. Значит, вот еще такие слова. Смотрите. «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения». Сейчас мы попробуем разобраться, что это такое. «Так как ты отверг ведение, я отвергну тебя священно действие предо мною. Как ты забыл закон Бога твоего, так я забуду детей твоих». Вот, собственно, нам хватит на сегодня, потому что мы долго не будем с вами беседовать, но тем не менее. Значит, Христос говорит евреям, «Идите научитесь». Что значит? «Милости хочу, а не жертвы». Это, цитата, повторяюсь, пророка Божьего Осии из 6 главы, имеющее продолжение. «Хочу милости, а не жертвы, и боговедения более, нежели всесожжений». Что такое всесожжение, вы знаете? Это когда жертва сжигается целиком. С потрохами, с утробой, с копытами, рогами все сжигается в пепел, пепел высыпается в определенное место. Потому что жертвы бывают разные. Жертвы бывают частичные, когда только плечо отсекается от жертвы, или только туг сжигается. А всесожжение – это полностью. Это некий образ мучеников, которые называются всесожжения словесные, которых целиком мучили. Кого сжигали, кого там заживьем закапывали, кого резали по частям тела, значит, такой безустанку. Значит, Господь хочет боговедение более, нежели всесожжение. Что такое ведение? Это высшая степень знания. Значит, есть знание и есть ведение. Когда Исаия перечисляет дары Святого Духа, он говорит, что там есть Дух, значит, премудрости, разума, ведение, страха Божьего. То есть, ведение, разум и мудрость – это разные вещи. Одно дело – разум, другое дело – мудрость, третье дело – ведение. Давайте попробуем с этим, как бы, на примерах разобраться. Если человек умеет построить дом или отремонтировать потекший кран, или вскопать грядку, или отремонтировать автомобиль, или покрыть крышу кровельным железом, у него есть мудрость. Это то, что на языке греков и евреев называется мудростью. Это у него в руках и в голове есть некое художество и премудрость, так, чтобы он делал необходимые вещи для жизни. Для того, чтобы жить человеку, выкопать колодец, научиться играть на музыкальном инструменте, сшить одежду, посеять хлеб и собрать урожай – нужна мудрость. Этому нужно учиться или от старших, или в специальных учебных заведениях. Это мудрость. Премудрость – это когда человек умеет жить, когда он просто может пахать и сеять, копать и шить и строить, когда он знает, с кем дружить, с кем не дружить, что читать, что не читать, куда ходить, куда не ходить, о чем думать, о чем не думать, что говорить, что не говорить. Это уже премудрость. Это не просто мудрость. Это премудрость. Потому что есть много таких рукастых, головастых людей, которые в аду живут, потому что прожили жизнь свою неправильно, могли бы весь мир облагодетельствовать, а вместо этого загубили души свои, занапастились. Потому что была мудрость, не было премудрости. Премудрость – это нечто высшее. Это уже некое знание принципов жизни. Вот почему нельзя, например, воровать? Почему человек, который ворует, рано или поздно обеднеет хуже последнего бомжа? То есть сегодня он может хапануть чужие миллиарды, но подождите, не спешите, через пару лет он будет самый бедный человек в мире. Он будет за счастье, будет ему с бомжами бычок поискать, где не будет там на мусорнике. Будет так. Или в тюрьму сядет, или повесится раньше времени, потому что ворованное счастье не даст. Это премудрость. Или, например, почему блуд счастья не приносит? Потому что он сулит тебе временное удовольствие, а потом сжирает тебя с костями до конца. И совесть твоя, которая без зубов, она умеет тебя сживать до смерти. Совесть может убить человека. Вот здесь уже нужна премудрость. А ведение, ведение, это некая высшая степень знаний, в том смысле, что это уже опытное, опытное от Бога знание, о духовных вещах. Например, мы почитаем ангелов Божиих, но покамест еще ни вы, ни я ангела Божьего не видели. Может быть, мы чувствовали присутствие ангела возле себя на службе или в опасности. Например, у меня был один знакомый человек, который служил в горячих точках и говорил, я насчет Бога не знаю ничего, я неграмотный, но я знаю, что есть ангелы. Потому что я когда прыгал с БТРа на минные поля, то справа, то слева, там пацана ноги отрывало, потому что падали на эти противопехотные мины, прыгали. А я молился всегда ангелу-хранителю, прям чувствовал его присутствие. И я, говорит, вот на своих ногах вернулся с войны, и все в порядке. Я прям чувствовал, меня берегут, бережет меня кто-то. Я таких историй очень много слышал. Допустим, один уже покойный раб Божий Григорий Царством Небесное рассказывал, как он в Восточной Пруссии вел машину, и они шли в колонии с погашенными фарами, чтобы сверху их авиация не бомбила. И он говорит, я еду в колонии, а головная машина моя, я первый в колонии. И вдруг мне на ухо, я один в машине, на ухо, говорит, остановись. Или, говорит, включи фары. Я говорю, кто тут разговаривает возле меня? Война. Мужику лет 20, парню. Я говорю, остановись, или включи фары. Я включаю фары, говорит, а там где мост по карте? Там моста нет, там обрыв. Я говорю, головная машина моя пошла бы в обрыв, и за мной бы себе пошли бы в обрыв, потому что мы дистанцию соблюдаем, как бы так, и фары потушили, и как бы такое. Я говорю, кто мне в ухо? Я говорю, включил, я остановился, вот так вот за метр до обрыва. Моста нет. Я включил проблесковые эти маячки. Говорит, кто мне кричал в ухо? Когда мы с ним разговаривали про Бога, он говорит, откуда он в Бога верит? Он говорит, я сначала поверил в ангелов, а потом в Бога. То есть люди знают, что ангелы есть, хотя они их не видели. А когда они их увидят, это будет ведение. Когда ты знаешь, что ангелы Божии есть, это знание. А когда ты их увидишь, это будет ведение. Когда ты знаешь, что после смерти будет суд, это знание. Но когда ты еще при жизни, что-то тебе Бог открыл, и ты как бы постоял на этом суде и понял, что тебя спросят за все, это уже ведение, это опытное знание. Когда ты знаешь, например, что Христос Господь, тебе церковь сказала, тебе книжки рассказали об этом, ты веришь в это. А когда ты узнаешь Христа по-настоящему, ты вообще сомнений не будет, что Он Сын Божий, свет от света, Бог истинный, от Бога истинного. Он Царь и Господь. Ведение – это опытное знание, не нуждающееся во внешних источниках. Я верю не потому, что ты мне сказал, не потому, что я книжки читал, не потому, что все в это верят, не потому, что так надо, а потому, что я знаю, что ад есть, я знаю, и что рай есть, я знаю. А ты мне книжку приносишь какую-нибудь, а там написано, что нету ада и нету рая. Выкинь эту книжку, потому, что я знаю, мне книжки ваши не нужны. И что Христос воскрес, я знаю. И что есть ангелы Божии, есть демоны искушающие, и есть семь страстей господствующих, и есть главные добродетели. То есть я знаю это. Когда человек сам становится живой книгой, понимаете? Когда человек не ходит с книжкой, нам для того, чтобы проповедовать, научать, объяснять, нужны книжки. Мы без книжек не можем, мы без книжки никто. А есть люди, которым не нужна книжка, которые сами книжка. Ты начнешь с ним что-то говорить, например, он отверз уста свои, и ты получаешь живое научение от закона Божия, потому что у него есть не просто память, не просто знание, и не просто мудрость, или даже премудрость, а у него есть ведение. Вот Господь и говорит, что я хочу милости, а не жертвы, и боговедение, то есть знание Бога. Говорит, познайте Господа, давайте познавать Господа. Познайте, слышите, познайте Господа. Там тот же глагол, как говорят там мудрые люди, говорят, что тот же глагол, да ад элогим, это то, что когда познал Адам жену свою. Что значит познал жену свою? Стал с не одной плотью. То есть теперь Адам и Ева, значит, Адам и жена его стали одно тело. Они вступили в мистический союз супружеский, потому что мистика, это тайна. И то же самое познайте Господа, то есть станьте с Господом одним Духом. Прилепляющийся Господу один Дух есть с Господом. Люди прилепляются к Нему. Есть такие специальные слова для этого. У евреев называется двикут. Это когда ты прилепился к Богу и без Бога жить не можешь. То есть о Боге думаешь, о Боге говоришь, о Боге поешь, Бога чувствуешь и Бога славишь. Такое есть вообще у всех, кто стремится к Господу. Так вот он говорит, что я хочу милости, а не жертвы, и боговедения, то есть знания, опытного знания о Господе, более, нежели всесожжений. И вот еще то, что я читал, еще раз прочту, потому что это очень важно. Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. То есть вы не знали Бога, я вас истреблю. То есть я вас знаю, говорит Господь, а вы меня не знаете. А почему вы меня не знаете? Потому что вы не хотите меня знать. У нас есть люди, которые должны знать Господа. Не из книжек, а лично. Это все архиереи, это все священники, это все монахи. Миряне, да, они не то чтобы не должны, они просто не могут. Если бы они захотели и смогли, они бы, наверное, оставили мир, ушли бы в монастыри и бросили бы все свои занятия, потому что это слишком несочетаемые вещи. Знать Господа и суетиться в миру, это очень трудно сочетать. Но у нас должны все владыки, взявшие на себя апостольскую благодать, знать Господа, не из книжек, а лично. И все священники, рано или поздно, предстоящие алтарю, должны знать Иисуса Христа лично. То есть он лично мой Господь, лично мой Судья, лично мой Царь. Я служу Царю Своему, то есть я знаю своего Царя. Я не служу там каким-то абстракциям, я не служу Российской Федерации. В принципе, присягу давал не Российская Федерация, давал присягу Иисусу Христу, священническую присягу. Мы же даем присягу все. Мы, священники, даем присягу, присягу священства. Мы присягаемся лично Иисусу Христу, что мы будем Ему служить. Мы должны знать Его. То есть я должен знать своего Царя. И поскольку, ну это правда, и у них, и у нас, и у тогдашних евреев, и у нас, что у нас боговедение, это знание Господа, оно очень маленькое. И мало-мало людей, которые знают своего Бога. И поэтому Господь говорит, что истреблен будет народ мой за недостаток ведения. То есть неинтересно. Вот, например, начинаешь изучать, например, догматику, экклезиологию, литургику. Людям не всем интересно. Ну и еще, допустим, Бог меня наградил, я имею любопытную пасту. То есть, в принципе, везде, где я был, паста была любопытная и интересующаяся. То есть всем было интересно. Что бы мы ни изучали. Начнем изучать, например, историю русской церкви, всем интересно. Начнем изучать историю вселенских соборов, всем интересно. Начнем изучать литургику или гомилетику, или, скажем, догматику. И сложные предметы церковные, всем интересно. То есть я не могу пожаловаться на людей. Но я знаю, что есть те, которые не хотят ничего этого знать. Давай посидим, почитаем. Прочтите вот это, узнайте вот это, побудьте вот там, послушайте это. Говорит, не надо мне, не хочу. А это не хочу означает, что тебе Бог не интересен. А за это приходит смерть. Это не шутки. Так, как ты отверг ведение, то есть не хочешь ничего про меня знать, то я отвергну тебя от священнодействия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, так я забуду детей твоих. Это уже касается даже и не меня, а даже детей моих. И не вас только, а детей ваших тоже. Чем больше они умножаются, тем больше грешат против меня. Славу их обращу в бесчестие. И что будет с народом, то будет и со священником. И накажу их по путям их, и воздам их по делам их. Будут есть и не насытятся, будут блудить и не размножатся, ибо оставили служение Господу. Недавно была память святого Нила, мироточивого Афонского, который на Афонской горе жил и при жизни ничего никому не говорил. Когда помер, стал являться монахом, которые жили в его келье, и разговаривать с ними. Рассказывал им про страшный суд, про вечные муки, про Господа Иисуса Христа, про все-все-все. И там у него, в частности, говорится, что в конце времен стихии, мирские стихии, эти первоначальные атомы Вселенной, они перенапрягутся, им будет тяжело носить на себе грешного человека. И мир захочет закончиться. То есть мир сам поспешит к своему концу, потому что люди, живущие в мире, будут слишком отвратительны. И поэтому один год будет пролетать как месяц, а одна неделя как один день, а день как пару часов. Я думаю, что многие из нас это чувствовали по себе. Как понедельник начался, так шмых, воскресенье, и опять понедельник. Понедельник начался, шмых, воскресенье, и опять понедельник. Что такое? Не успеваешь жить. И он говорил о том, что люди будут блудливы, как псы. Они будут совокупляться друг с другом, не стыдясь, прямо на улицах. Это есть уже. Это уже есть. Эти молодежь уже вытворяют подобное такое. И никто из взрослых не скажет им, хватит. И никакой полицейский не даст им по заднице палкой. Мы уже до этого дошли. Ну и там, в частности, говорится, что люди будут прожорливы, как свиньи. Будут жрать подряд, все подряд. И днем и ночью будут есть. Будут есть, 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 есть и не наедаться. Вы гляньте на наши супермаркеты. Они же просто ломятся от жратвы. Это столько жратвы, никто никогда в жизни не видел в месте собранной. Вы вспомните советские магазины? Там была морская капуста и сухари. И все. Ну как-то жили, как бы не помер никто. Но сегодня же супермаркеты, это какое-то царство Гаргантюа и Пантагруэля. Если кто читал. Ну так не будет долго, на самом деле. Это не навсегда. Это изобилие. И он там пишет, этот Нил Мироточив, говорит, жрать будут, как эти самые, как сумасшедшие. Будут есть, 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 не насыщаться. И вот Осия говорит, будете есть и не наедитесь. Будете блудить и не размножитесь. Как у нас сегодня все вот эти фокусники наши, которые там лет в 35-40 начинают эко, всякое делать такое. А где вы были раньше? А раньше мы блудили, извините. Раньше мы лет в 16 блудили, 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 блудили. А потом в 40 лет мы вышли замуж, и теперь ребеночка хотим. А ребеночка Господь нам не дает. А мы теперь начинаем фантазировать. Там эко, там всякие, там переэко. Вот такое-то все из блуда все. Люди потеряли способность рожать, потому что они слишком уж полюбили блудить. Говорит, будете есть и не насытитесь. Будете блудить и не размножитесь. Вот точно про нас сказано. Что блудят все в полный рост. А потом дитё хочу, а шиш тебя не дитё. Блудникам Бог не дает детей. Или дает по своим промыслам, как бы, значит, ну уже кому хочет. Но не всем подряд. Вот вам, почему нужно читать старые книги. Потому что в них про нас написано. Я много раз встречал христиан, которые говорят, зачем нам этот Ветхий Завет? Да вы глупые, вы ничего не понимаете. Мы вчера буквально читали притчу о милосердном самарянине. Там милосердный самарянин дал в гостинику две монеты. И по общему толкованию всех отцов, от Оригена до Феофилакта Болгарского и далее, это два завета, Ветхий и Новый. Читай Ветхий Завет, читай Новый Завет. И будь в гостинице. Это тебе две монеты, на которых ты лечишься. То есть ты больной, тебя избили, Христос привёл в церковь, в гостиницу. Лечись, читай книги. Поэтому вот сегодня мы читаем такие очень важные слова, что Господь хочет милости, а не жертвы, и хочет, чтобы мы Его знали. Боговедение хочет Он, а не всесожжение. То есть Он хочет не панихиды и не молебна, а хочет, чтобы мы стремились узнать Его. Познайте Господа. Чтобы каждый говорил друг другу, познайте Господа. Будем стремиться познать Господа. А если мы этим заниматься не будем, не мы, священники, не те, что над нами, владыки наши, архиереи, не монахи Божии, которые должны всю жизнь быть в молитве, в молитве, в молитве. А что ещё в монахи идти? Зачем? Дурака валять и в чёрной рясе ходить. Глупое занятие. Всю жизнь нужно молиться и упражняться в боговедении, в богопознании. Если этого не будет, то погибнет народ мой за недостаток ведения. Как ты отверг знание обо мне, так я тебя отвергну от священнодействия. Как ты забыл закон мой, так я забуду детей твоих. Всё очень ясно и всё очень строго. Как вы видите, здесь нет никакого баловства и шуток. Господь Он, Господь. И нужно поклониться Ему как Господу и знать Слово Его, потому что Он будет судить нас так, как Он сказал. Как Он сказал, так Он и будет делать. Ты забыл, я забуду. Ты оставил, я оставлю. Ты вспомнил, я вспомню. Ты пришёл, я к тебе приду. Ты меня познал, я тебя не оставлю. То есть это всё очень жизненно. И от этого зависит судьба мира, судьба нашей страны, судьба наших семей, судьба наших душ бессмертных, которые любит Господь, за которые пролил кровь свою на кресте Голговском. Аминь и Богу слава. Сегодня мы до службы почитали три главы Евангелия Матфея. На часах и перед службой. Для того, чтобы почтить святого апостола, потому что он писал нам Евангелие, чтобы мы знали правду. Надо сегодня в течение дня попробовать ещё почитать Матфея. Одну главу, две главы, три главы, как хотите. Кто-нибудь может имеет её в наушниках или на носителях. Включайте, пусть звучит Слово Божие, чтобы сегодня Матфей знал, что мы его помним. И что всё, что он сказал, он недаром сказал, что есть люди, которые помнят его и почитают его. И это тоже будет залог того, что мы будем жить. И мы будем жить, и дети наши будут жить. Если мы будем безбожниками, сдохнем, как собаки мы, и помрут бессмысленно наши дети. Баловаться здесь некогда и не с кем. Аминь и Богу слава.